Продолжение следует... Игра была разработана студией Radical и издана Activision в начале июня 2009 года. Это сэндбокс-экшен про био-трансформера. В игре тебя ждет большой бесшовный город и фрироминг-акробатика. С разрешением культ-просветкомиссии и месткома. И представляет собой виталопатию. Ой. Из файлов, найденных в разрушенном Манхэттене, мы узнаем о выходце из Молдавии Алексе Мерсере. Шурик потерял память в раннем детстве и мало что помнит вообще. Даже и понятия не имеет, откуда у него щупальцы. Но мы-то знаем, из пятого резидента он. Где-то на фоне всего этого по Манхэттену мирно бродят зомби и поедают между делом гражданское население. Ну, кризис плюс эпидемия свиного гриппа, ну, сам понимаешь. Сюжетом разбирайся сам. Если тебя в конец не задолбают, мелькающие фотки вместо застала. А я расскажу о прохождении сюжетных миссий. Итак, поехали. Ну, или поскакали. Ну, или вообще полетели. В начале игры придется опробовать боевую систему на этих, пока еще живых, простите за выражение очкарика. Дави крестик и квадрат. Или А и Х. Для обычной атаки с воздуха. Лучший вариант, если не хочешь подходить к врагу вплотную. Для наземных атак жми на кнопку квадрат или крестик, треугольник или Y рядом с противником. Во время бега держи зажатой кнопку R2 или правый триггер. Так будешь бежать быстрее и автоматически перепрыгивать через препятствие. Жми прыжок и подпрыгнешь. Жми два раза и полетишь. Летать, чувак, это круто. А наркотики это плохо. Когти выдают тебя в толпе, как буденовка-штирлица, но зато бьют больно. Кнопка обычной атаки отвечает за простые удары. Кнопка сильной атаки проткнет врагов насквозь. В это время Шурик стоит на месте, поэтому сильная атака делает его увезримым для других противников. Синей стрелочкой указано место, куда надо бежать. Так что во время выполнения миссии не заблудишься. Новая примочка — руки-гири. Это поможет уничтожить тяжелую технику вроде танков. Но Шурик начинает тормозить, как Валуев, в шахматах. Еще одно оружие — рука-забля. Идеален против жирных целей. Ну, у кого ХП побольше. Наведение. Кнопка Л2 или левый триггер. Жми прыжок и удар. Это поможет приблизиться к противнику и дать ему душевного пинка. К тому же так ему сложнее по тебе попасть. А это еще самый простой способ сбить вертолет руками. Это традиция мутантов из Молдавии. Я Бэтмен! Я Гастелло! Короче, тема полезная. Для того, чтобы принять форму другого человека, присвоить его память или тупо восстановить свое здоровье, хватай жертву кнопкой кружок или Б, а потом дави на треугольник или Игрик. Набрав максимальную массу, можно вытворять страшные вещи. Представь себе, весь Нью-Йорк в макаронах под соусом баллонез. Не знаю, я знал этого человека. Он был Блаклайт. Да, ну, сейчас он был Блаклайт. Блок! 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 Если надолго зажать прыжок, а потом отпустить, прыгнешь выше головы. Используй эту технику, чтобы избавиться от назойливого вертолёта. Чтобы бежать по стенам, удерживай R2. В начале игры одного удара не хватит, так что пробуй несколько раз. Ещё один способ борьбы с врагами – это бросаться автомобилем или мусором. Наведись и жми кнопку «Кружок» или «Б». Во время бега по стенам удерживай прыжок, а затем отпускай. Так быстрее. Потом покажут заставку. Обрати внимание на эту фурнитуру. Её тоже можно схватить. Цельсо-вертолёт и бросай. Всё просто, чувак. Хватай этого чела и поглощай. Таким образом получишь его память. И 40-50 килограмм питательного мяса. После заставки тебе нужно будет наведаться домой к сестре Шурика. А теперь я расскажу, как работает стелс-система. Когда диафрагма в левом нижнем углу закрыта, тебя не видят. Когда горит жёлтым, тебя видят люди, отмеченные жёлтыми точками на карте. Твои действия влияют на заполненность столбика выше диафрагмы. Если он заполнится до конца, то тебя, чувак, раскрыли. Чтобы вернуть себе статус «меня нету», я в домике, надо спрятаться. Лучше где-нибудь на крыше. Жми влево на крестовине. Смена формы в местах, где тебя не видно, моментально обнулит столбик. Переоденься и иди к синему маркеру на карте. Чтобы войти внутрь здания, жми треугольник или Y. Бежим к синему указателю. Солдат с красной блямбой над головой вызовет подмогу. Но даже если не успеешь убить, не парься. Эксповедь никогда не бывает мало. Как убьёшь последнего недруга, начинается небольшая заставка. Надо успеть к синему маркеру раньше вертолёта. Бежим! Бери гранатомёт и подрывай танк. Тебе, кровь бизнесу, нужно съесть мужика в пиджаке. Не пытайся повторить в реальности. Это опасно. По идее, ты уже собрал достаточно опыта, чтобы прокачаться. В меню выбирай апгрейд. Выбирай нужный и жми подтверждение. Прокачка делает тебя сильнее. Не забывай время от времени улучшать свои характеристики. Бежим к очередному зданию. Все новые сюжетные миссии отмечены на карте, как жёлтые звёзды. Нам туда и надо. Меняй форму на солдата. Так ты сможешь проникнуть во двор базы. Установки с огоньками — детекторы. Если не обезвредить, нас засекут. Зелёный цвет означает, что мы ещё не попали в поле обнаружения. Жёлтый — мы попали. Красный — мы попали конкретно. По полной программе. Желательно делать ноги. Смотри на кружочки на карте. Хватай и ешь командира. Только приняв его форму, можно попасть внутрь базы. Если ещё не прокачал себе специальную стеллспособность, то после трапезы нужно валить с базы. Так как во время тревоги всё равно внутрь никого не пускают. Отсидись в спокойном месте, а потом возвращайся. Подбегай к синему маркеру и заходи внутрь. Как попадёшь внутрь, сразу же беги к стойке с шайтом трубами. Только так можно быстро убить Хантера. Красная блямба над его головой означает, что он слишком слаб. И его можно съесть. Бон аппетит! В итоге ты получишь стильный маникюрчик. Уничтожай баки, игнорируй Хантеров, и миссия выполнена. Ищи парня со знаком ДНК над головой. Его надо сожрать. Да не знак, а парня. Ням-ням. Потом бежим за синей стрелкой на базу. Надо съесть командира вместе с кепкой. Без кепки не кошерно. Потом идём к оранжевому маяку. Это вход в базу. Видимо, сегодня на Шурика совсем уж дикий жор напал. Надо срочно употребить механика водителя танка. Интересно, чем танкисты вкуснее пехоты? Может, холестерина меньше? Чтобы покинуть базу, убей всех. И только после этого появится оранжевый маркер выхода. Бежим к танку. Жми кружок или «Б». Езжай за синим указателем. Целься во врагов, зажимая «Л-2». А стреляй, зажимая «Р-1» и «Р-2». Танк – это просто и весело. Наводись на заражённое здание. Полоска жизни показана сверху справа. А после заезжай в синее свечение. Сесцерны надо ломать как можно быстрее. Это тебе не субботник. Потом собирай жёлтые огоньки и кушай врагов. Повторяй, пока полностью не заполнится полоска сверху справа. Потом надо будет собирать жёлтые огоньки у заражённого здания. Во дворе базы гордо шагает ваш очередной завтрак. Котлетки-бараночки. Надо ликвидировать противников раньше, чем они доберутся до нашего штаба. Угани танк. Будет проще. Надо срочно уничтожить детектор. Всего их раз, два, три. Короче, много. Так что бегом к следующему. И когтями его когтями! Прыгай в толпу. Надо найти и съесть чела с синей блямбой над головой. В образе парня, которого мы только что схомячили, подходи к детектору. Надо его взломать. Быстро жми всплывающие кнопки. Как дурачка обмануть. Собираем жёлтые сферы. А потом битва с боссом. Смотри, чтобы у него не горела волшебная палочка. Подлетай и делай удары ногами. Потом сразу отбегай, уворачиваясь от его снарядов. Как остановится, снова быстро подлетай и бей опять ногами. Через какое-то время полезут мутанты. Поглощай их. Это пополнит здоровье. Только не забывай почистить зубы после еды. Продолжай бить босса. В итоге он вызовет подмогу. Подмога — это еда. А еда — это сила. Плюс пушки. Как начинает активно махать своей палочкой, запрыгивай на спину и бей его когтями. Выслеживай и ешь одну из целей. После этого надо будет найти некого капитана Лима. Как найдешь, мочи все цели, отмеченные красным черепом. Залезай в один из танков. Будет проще. Надо найти танк. Ну, железный такой, с припаянной водопроводной трубой. Сделать это просто. Наведываемся на ближайшую базу, устраиваем там дебош и... И появляется танк. Все просто, как конфетки у ребенка дня. Внутри здания не подпускай мутантов к стеклу, используя разбросанные на полу пушки. Угони вертолет. Кстати, в игре есть один полезный баг. Если тебя убивают на технике, то воскресаешь на ней же. Об угоне же все забыли. Хорошо бы в реале так. Смотри на полоску в верхнем правом углу. Так можно обнаружить нужный баг. Как найдешь, сканируй. Это просто. Ай, а дальше по сценарию. Стреляй по отмеченному мутанту. Как замигает красным, спрыгивай с вертолета. Преследуй жертву. А потом настучи в бубен. Как увидишь красный символ над головой, кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Надо спасать Дану. Да не Борисова и не Интернешнл. Но тоже выглядит странно. Бежим за Хантером. Полоска дистанции показана сверху справа. Не дай ей сойти на нет. Залезай в танк. Так безопаснее Хантеров мочить. Интересно. У Шурика от такого животик не заболел? Самый простой способ — подождать, пока не приедут военные и сами с ним не справятся. Кто не работает, тот ест. Нет. Все же он слишком большой. В живот не влезет. Будем исправлять. Ударь Хантера, чтобы привлечь его внимание. А потом беги за синим указателем. Включи бронекостюм и руку-саблю. Удерживай кнопку удара, чтобы нести самые мощные удары. Как только жизни станет мало, бей в прыжке. Включаем Infected Vision. Это поможет обнаружить зараженных. Ищем там, где людей поменьше. Не забудь предварительно прокачать скрытое поедание. Только так можно незаметно съесть человека. Съешь еще нескольких, чтобы полностью заполнить полоску сверху справа. В этой миссии надо защищать специально бронированный танк. Садись в соседний, так проще. Под конец миссии надо самому сесть в чудо-машину и самому расстрелять зараженный дом. На первый взгляд здание покажется сложным. Надо убить нового босса. Суприм Хантера. На самом деле все просто. Главное прокачаться. Как приедут военные, садись в танк и расстреливай недруга оттуда. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Девушки отдыхают Просто приземляйся в нужных точках Чтобы убить щупальца, бери их прицел Но только достаточно далеко от земли Иначе собьют всяким мусором Иногда они уходят под землю Чтобы привлечь их, надо опуститься ближе к земле И тут же снова подняться повыше Все просто Найди все дымовые устройства и уничтожь их Главное сделать все быстро Прохожие сгодятся на роль аптечек Надо защитить конвой Главное ни в коем случае не меняй форму Надо притворяться военным Итак, защищай установку Очень советую подобрать какой-нибудь автомат И мочить им врагов Хотя секирой тоже можно Эпическая битва с боссом Подбирай с пола оружие И стреляй по нижним конечностям Надо отстрелить все Если оружия нет То закидывай туда машинками и прочим мусором Если здоровья почти не осталось Срочно ешь прохожих Иначе капун Как врубит суперудар Срочно убегай куда-нибудь за угол Только так можно избежать ударной волны Вскоре босс упадет на пол Бей его по голове Потом приедут танки Садись в танк Так убить босса проще и быстрее Самый простой способ уничтожить дымовые устройства Угнать вертолет и расстрелять все с воздуха Не забудь купить руку кнут Жми прицел и захват Потом выполняй несложный квик-тайм-эвент И готово Угоняем технику Надо взорвать все помеченные красным черепом вертолеты противника На остальных врагов зови Иначе не успеешь Используй руку кнут Чтобы похищать чужую технику Сложный момент будет под конец миссии Советую забраться на крышу И прикарманить ракетницу Потом по одному взорви все танки Которые охраняют цель А далее можно и самому цель съесть Финальная битва с боссом Убегай от него Как включить свою турбо-атаку Твентаклями Потом похищай вертолеты И гаси с воздуха Ну вот и все Мы прошли эту игру Теперь осталось отмыть город перекисью водорода И ждать вторую часть А я пока пойду в Марио поиграю Он кавайный Увидимся в следующем выпуске Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok